Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студию Руслан Жукаев. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Темрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства Евгением Поляковым. Особое внимание уделили вопросам поддержки участников СВО из республики и их семей. Евгений Сергеевич проинформировал, что в настоящее время формируется груз по заявкам наших бойцов, в том числе на средства, собранные в ходе марафона «Все для победы». Обсудили также вопрос социально-экономического развития республики, в части, касающийся газоснабжения населенных пунктов, улучшения транспортной доступности и цифровизации региона. Текущий год в Карачаево-Черкесии объявлен годом развития промышленности, в рамках которого нам необходимо реализовать весь имеющийся в данном направлении потенциал, в том числе создать на территории региона промышленный парк, где будет реализовываться в том числе и производство строительных материалов, текстильных изделий. По итогам прошлого года наблюдается положительная динамика по индексу промышленного производства. Сегодня в Карачаево-Черкесии выбирали своего представителя в Общественной палате Российской Федерации. До начала голосования члены региональной общественной палаты выдвинули две кандидатуры. Председателя республиканского движения «Русь» Евгения Жадяева и директора филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Азамата Тлисова. После непродолжительного подсчета голосов были озвучены итоги выборов. В результате тайного голосования по выборам представителей Общественной палаты Карачаева-Черкесской Республики в Общественную палату Российской Федерации внесенные в списки кандидаты получили следующее количество «за» и «против». Жадяев Евгений Дмитриевич, 4 голоса. Тлисов Азамат Борисович, 28. Вода откуда не ждали. В редакцию ВИСЕ обратилась жительница поселка Арджиникидзовская, проживающая по улице Прикубанская, с проблемой подтопления ее домовладений из-за прорыва трубы. В проблеме разбирался Алихан Лепшоков. Уже несколько месяцев мы живем в опасной ситуации, когда вода полностью затапливает наш огород и погибает наша живность, отмечает жительница поселка Арджиникидзовский по улице Прикубанская, 1 Аминат Джукаева. Вода просачивается из трубы по склону и идет в домовладение. Обращалась в водоканал, в администрацию, в прокуратуру, Роспотребнадзор. Курятник построила 6 месяцев назад и через месяц меня затопили. Живность вся померла, осталось немного. Специалисты водоканала Карачаевского городского округа приезжали и исследовали данный участок прорыва трубы. В итоге дали заключение, что данная труба предназначена для забора грунтовых вод. Члены комиссии после осмотра места в ответном письме на запрос жительницы по улице Прикубанская, 1, заверяют. Из-за того, что край трубы, которая ранее выходила в обрыв, жители засыпали грунтом и мусором, было нарушено направление воды, что и привело к подтоплению домовладения Аминат Джукаевой. Полностью ущерб был нанесен на 200 тысяч. На курятник. Живность, да, курятник и плюс живность вся у нас вышла на 200 тысяч. Также жительница поселка Арджинькидзовский Аминат Джукаева обращалась в республиканскую прокуратуру со своей проблемой. И в декабре 2022 года ведомство провело проверку по ее заявлению. В настоящее время для устранения проблемы подтопления городской администрации изыскиваются денежные средства для проведения очистных работ и при необходимости для сооружения бетонной отмостки для отвода подземных грунтовых вод в сторону нежилой части поселка. Также в ходе проводимой прокуратурой проверки было установлено, что доводы заявителей являются предметом судебного рассмотрения. Решением Карачаевского городского суда смог водоканал города Карачаевска в пользу заявителей взысканный как имущественный ущерб, так и компенсацией морального вреда. Также суд обязал водоснабжающую организацию провести ремонт подтекающей трубы, проходящей вблизи территории домовладения. И определением Карачаевского городского суда 14 февраля этого года на МОК водоканал наложен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей. Альхан Ипшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В Карачаево-Черкесском филиале «Русгидро» прошло первое в этом году заседание комиссии по ЧАЭС и обеспечению пожарной безопасности. Главный вопрос обсуждения плана мероприятия, обеспечивающей надежную безоборийную работу оборудований и гидротехнических сооружений в половодно-паводковый период 2023 года. В соответствии с наблюдениями начала половодия в этом году ожидается в начале мая. До этого времени на гидротехнических объектах должны быть проведены основные подготовительные работы. Они включают в себя осмотр, ревизию, устранение дефектов на гидротехнических сооружениях в основном и в вспомогательном оборудовании. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok 5-10 метров в секунду. Температура ночью до минус 5, а днем 9-11 градусов тепла. В Кисловодском цирке с 11 марта шоу «Звездный круиз». Окунитесь в мир космических приключений на борту «Звездного лайнера». Ноль плюс. Все для фронта, все для победы. Очередная партия гуманитарной помощи отправлена из Карачаева-Черкесии участникам СВО. Подробности у Али Баташева. Коробки с гуманитарной помощью заносят судебные приставы и сотрудники Народного фронта республики. Именно здесь, в Черкесске, по улице Ленина, 34, складируется и отправляется на передовую «Все», собранное для бойцов СВО из нашей республики и мирных жителей освобожденных территорий. С момента проведения специальной военной операции Федеральная служба судебных приставов в Карачаево-Черкесии уже третий раз собирает гуманитарный груз и отправляет его по назначению. Удовольственные наборы, медикаменты, а также горелки с отопительными элементами. В сборе гуманитарного груза приняли участие все сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии. Так как мы все время на связи и с семьями военнослужащих, и непосредственно с самими военнослужащими, которые находятся на передовой, и, естественно, с руководством, с командованием воинских частей, могу с ответственностью заявить, что то, что приходит в заявках, оно действительно необходимо, востребовано. Буквально на днях за эти выходные мы отправляли очередную партию, чуть-чуть разгрузили наш склад и непосредственно с человеком, который приехал с передовой и поехал обратно. Акция «Все для победы», организованная Народным фронтом для сбора вещей и денежных средств участникам СВО и мирным жителям освобожденных территорий, стартовала 9 месяцев назад. Каждый желающий может внести свой вклад в победу. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Очередную партию вещей для участников специальной военной операции отправил коллектив Северокавказской государственной академии. Вуз не в первый раз принимает участие в оказании гуманитарной помощи населению новых российских регионов и находящихся там военнослужащих из нашей республики. Пошивом комплектов термобелья и многого другого занимали студенты факультета дизайна и лингвистики. При финансовой поддержке руководства вуза и депутатов были приобретены оборудование тканей в напряженном учебном графике, выделено время на пошив того, что непременно пригодится в зоне СВО. Наши студенты было около 40 человек. Они проходили как практикум у нас. Мы сделали, в общем-то, все для того, чтобы работало две группы, две смены. Работали с 8 до 8 вечера, без выходных. Преподаватели все. Но это было не так, что заставляли. Нет, это было просто с удовольствием. Фактически мы получаем сегодня уже заявочки. Вот после первой акции, когда мы направили туда нательное белье нашим военнослужащим, мы получили обратную связь, отзывы, такие довольно положительные. Все это было очень трогательно. Сохранять не только духовное, но и физическое здоровье призывают во все времена священнослужители. Духовные лидеры традиционных религий говорят, что нужно быть ответственным за свою жизнь и окружающих людей. О важности вакцинации в целях профилактики полиэмилита рассказали председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджбердиев и благочинный церквей Северного округа Карачаева-Черкесии Александр Нартов. Это надо делать обязательно. То, что врачи говорят, надо слушаться их. Если я не знаю в этом, то я должен слушаться тех профессионалов, которые об этом говорят. И поэтому я тоже хочу всех призвать к тому, чтобы делали эти прибивки. Это же такая болезнь, полиэмилит, когда человек, если заболеет, то он остается калекой на всю жизнь. Это очень страшно. В религии об этом говорится очень четко. Если ты знаешь, что это нужно делать, и не делаешь, то ты становишься грешником. Почему? Потому что ты сознательно идешь на это. Человеку ведь сказано, то, что он сознательно делает и плохое, и хорошее, он за это должен отвечать. Вот то, что это плохое мы знаем, это мы не делаем, за это мы будем отвечать перед Всевышним Аллахом. Мы сейчас эту съемку ведем в дни Великого Поста. И одной из добродетелей, которую христиане должны во время этих дней попытаться в себе воспитать или попытаться к ней приблизиться, она называется послушание. Мы призваны слушаться Господа Бога, Его заповеди, Его волю. Мы призваны слушаться старших, своих родителей, своих наставников. И, конечно же, в данном случае мы должны слушать компетентных людей. Это врачи, это медицина, которая уже веками занимается проблемами здоровья. И, конечно же, я призвал бы всех, братьев и сестер, всех христиан, слушаться врачей, внимательно относиться к собственному здоровью. Яркое многоголосие, красочные костюмы, зажигательные танцы, сопровождающиеся идеальными кадрами нашей необъятной страны на большом экране. В Усть-Джигуте состоялся отчетный концерт творческих коллективов района, посвященный Матушке России. Альбина Курачинова-Кенжева побывала на мероприятии. Ярким и красочным, по мнению зрителей, стал отчетный концерт на сцене Дома культуры Усть-Джигуты. Юные танцоры, талантливые певцы и музыканты смогли вновь проявить свое творчество, рассказывая на языке искусства, как гордятся своей Родиной и как ею дорожат. Сын великой Родины, привет веселых дней, и нет меня счастливее, и нет меня сильней. На большом экране производилась хронология важных дат в истории страны. Демонстрировались неповторимые пейзажи всех уголков Родины, достопримечательности и выдающиеся люди, внесшие вклад в мировую историю. Яркое событие вообще для культуры в целом, республики, ну и для нашего района в том числе. Тема сегодня очень серьезная, и мы, конечно же, надеемся на то, что мы смогли раскрыть эту тему всеми музыкальными и вообще номерами, которые сегодня представлены, чтобы показать многогранность культуры района и показать на каком высоком патриотическом уровне проходит вот это сегодняшнее мероприятие. Эмоции, да, они очень такие сильные, глубокие, а это показывает настроение зала. Зрители восторженно благодарили артистов аплодисментами за динамичные выступления, за яркие патриотичные номера. Я сегодня увидел, что все жанры, что есть в России, они все сегодня показали. Я уверен в том, что родители, зрители, которые сегодня участвуют, они получили огромное удовольствие и наслаждение, увидев не только своих детей и артистов, которые сегодня выступали. Я хочу сказать одно, что тема, которую они раскрывают, это сегодня актуальная тема. Я благодарен ребятам, которые это делают с такой душой. Девочки из хореографического ансамбля «Кубиночка» долго готовились к отчетному концерту. Их переполняют эмоции. Очень было приятно участвовать в таком отчетном концерте. Мы поддерживали нашу команду «Кубиночка». Мы хотим, чтобы мы выиграли в этом отчетном концерте. Нам очень понравилось. Удачи! Удачи, счастья, здоровья. Артисты и зрители еще долго будут тепло вспоминать, с каким размахом и буйством красок прошел отчетный концерт. Альбина Курочинова-Кенжева-Мухаммеда-Шибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Это все весь на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова